Я уже несколько недель подряд пытаюсь сделать хоть одну передачу, где бы мы не говорили ни о России, ни о Путине, но это невозможно. Немецкие СМИ не оставляют мне выбора. Пример. Если у госпожи Меркель завтра заболит живот, жидкий стул, твердый стул, неважно, немецкие СМИ сразу же закричат об этой атаке русского вируса. Я уже вижу заголовки. «Путинский вирус взломал кишечник Меркель». На всех известных телешоу, таких как Майшберга, Ильнер, Маркус Ланц и другие, уже спешат сделать специальный выпуск. «Путинские вирусы в правительстве». Неужели немецкие лекарства от диареи такие слабые? Высокопоставленные гости будут обсуждать, кто занес заразу в правительство. Неужели западная иммунная система такая слабая? Вопросы, требующие ответов. И если я уже заговорил о Майбрид и России, я хотел бы все перевернуть и сделать специальный выпуск о Майнбрид. А точнее, о ее передаче 20 октября. Шаблон мышления. Даже уже название передачи. «Полководец Путин, сильная Россия, слабый Запад». Если уже начинать передачу со слов «Полководец Путин, сильная Россия», то, конечно же, это уже сразу перед открытой дискуссией показывает аудитории, как нужно относиться к Путину. А потом сказать о слабом Западе, чтобы самый последний скептик начал беспокоиться о своей безопасности. Но ведь здесь речь идет о нейтральном и открытом ток-шоу. Ведь эта передача идет на канале CDF. И если даже с так называемым названием, или названием, можно так делать, то звезда канала Ильнер должна смягчить обстановку своей нейтральной позиции модератора. Давайте посмотрим, делает ли она это, или наоборот, эту обстановку накаляет. Супердержава США погрязла в грязной предвыборной борьбе. Европейские государства пересторились, и ее ведущая сила Германия кажется полностью занята кризисом с беженцами. Лучшего времени для возвращения своей страны, как великая держава на международную арену, русскому президенту Путину не найти. В данный момент за это расплачиваются жители Алеппо. Страны Запада выглядят достаточно беспомощно. Даже вчера, на саммите в Берлине. Ну что, Маймбрид, отлично делаешь свою работу. Заключительный вердикт уже в начале передачи. И делает она это в начале передачи, а не во время дискуссий. Ведь тут ей никто не может возразить. Неплохо, Маймбрид. Неплохо, Маймбрид. Видно, что ты хорошо подготовилась и не забыла соблюсти все самые лучшие заветы пропаганды. Думаю, этот завет можно было назвать «Подари другому мнение». Можно было уже передачу «Дальше не делать». Гостей, которые могли бы высказать иное мнение, можно было уже и не приглашать Маймбрид. Но что поделаешь, давайте посмотрим передачу. Напряжение она так и не сняла. Но мы и не на РТЛ-2, мы же на ЦДФ. Тут можно ожидать сильных вопросов. Первый вопрос, который задает ведущая, и я вас предупреждаю, этот вопрос чрезвычайно актуальный и точный, острый, как самурайский меч. Должен ли вообще-то Путин сесть в тюрьму? Более изощренного вопроса и не придумать. Александр Рарх, человек, которому она задает этот вопрос, считает этот вопрос настолько журналистски хорошо подготовленным, что даже на него не реагирует. Эти войны, которые мы видим на Ближнем Востоке, а также в Ливии, два-три года назад, бесчеловечны. Страдания людей ужасны. С другой стороны, это всегда просто или не просто. Но мы пытаемся с нашей западной точки зрения, с нашей внешней политикой, ориентированной на ценности, решать эти проблемы. Но это не работает или работает лишь отчасти. Мы должны признать, что определенные силы, например, США, но особенно Россия, имеют огромный интерес в регионе. И несмотря на это, Россия будет и дальше искать союзников и в Азии для достижения своей цели. Так нужно посадить Путина или нет? Это же Майбрид хотел узнать. Все эти разговоры об интересах, силах, кого это интересует? Здесь дело идет конкретно только о Путине, который перевернул весь мир и должен сесть в тюрьму. Какое-то время дискуссия продолжается. Но один гость, а именно сирийский журналист Актам Сулейман, рассказывает слишком много убедительных фактов. Только Майбрид так красиво всем объяснила, что Путин виноват во всех смертельных грехах. Как тут приходит наглый гость и рассказывает о сотнях группировок, которые саботировали перемирие. С другой стороны, есть сотни группировок, которые невозможно все определить и наблюдать. Это огромная проблема. Это значит, что отдельный боец такой группы мог саботировать перемирие. И именно это и случилось в последние месяцы. Именно такие маленькие группы своими действиями решали за весь фронт. Он, как настоящий специалист по Сирии, объясняет, кто последние недели нарушал перемирие. И насколько вообще сложная ситуация в Сирии. Но для Майбрид это становится все слишком сложным. Зачем говорить о сотнях мелких группировок, когда можно во всем обвинить одного человека? Вот реакция Майбрид на слова Сулеймана. Своими действиями решали за весь фронт. Но в этом случае это была не одна такая маленькая группировка, а один очень влиятельный человек, Владимир Путин, который пишет историю в Сирии. Почему же это так? Почему один человек, конкретно этот русский президент, вот так миру перечит? Она тут же возвращает Путина на передний план. Все, что Сулейман только что рассказал, не волнует Майбрид. Она даже умудряется использовать его слова для перехода в свою тему. Но что произошло потом, это действительно самое высокое искусство. Сразу видно, что Майбрид Ильнер видела наш третий выпуск и хорошо подготовилась. В том выпуске мы составили список заповедей пропаганды. Исказить картинку, исказить звук, в экстренных случаях исказить и картинку, и звук, составить мнение за других, создавать сложные графики. Все заповеди в одном моменте, чтобы стереть все то, о чем говорили до сих пор. Властелин Путин. Под влиянием прошлого в КГБ и Холодной войне, он хочет возродить Россию до размеров Советского Союза. Но одно дело, если искажать картинку и музыку. Другое дело, если оголделая клевета выдается за факты. В этот раз Москва вмешивается даже в выборы в США с помощью хакерских атак и украденных имейлов Клинтон. Команда Майбрид отлично знает, что нет никаких доказательств, кто действительно стоит за этими атаками. И тут они заменяют одно решающее слово. Все время говорят только о Путине. Или о Кремле, показывая соответствующие картинки. И только в этом фрагменте, и только в этом фрагменте они говорят не о Путине и не о Кремле, а просто о Москве, чтобы Москва не означала. В этом фрагменте вдруг нет ни одной картинки Путина или Кремля. Посмотрите сами, что говорили до места о выборах и что после. На Донбассе Путин создает факты и границы. Особый статус, о котором договорились в Минске, должен сделать ситуацию для Запада сносной. Также хозяин Кремля использует энергоснабжение Европы как рычаг власти. Газопровод через Турцию до внешних границ ЕС. В этот раз Москва вмешивается даже в выборы в США. С помощью хакерских атак и украденных имейлов Клинтон. Россия знает, кому нужно стать президентом. И это не я. Под прикрытием коалиции против ИГИЛ Россия делает своего старого союзника, режим Асада, снова значимым. Запад смотрит и бездействует. США устали от войны. А путинская Россия на пути назад, в будущее. Внезапно Путин пропадает и из видео, и из текста. То, что кандидат Трамп очень богат и может купить себе в принципе любого хакера на планете. И что у Хиллари, по всей видимости, много чего есть, за чем можно было следить. Но так далеко, конечно, думать никто не стал. Но Ильнер пригласила также и военного эксперта Флоренс Гауп. Ее мнение касательно пассивности Запада в Ливии и других странах звучит так. Мы, Запад, включая Европу, решили в Сирии, как и в Ливии, после войны в Ираке больше не ввязываться в такие истории. Это внушительный конфликт. Хотя НАТО были в Ливии, но они не были активными на земле. То есть, если только военная авиация, Франция или Великобритания, которые активно бомбили Каддафи, но наземных войск не было, это значит... Оказывается, это означает, что Запад был пассивным. Но, дорогая Флоренс, это не совсем так. Есть огромное количество сообщений о солдатах на ливийской земле. Оказывается, Европа не так пассивна, как преподносит нам наш военный эксперт Флоренс Гауп. А вот в оружии, по всей видимости, военный эксперт очень хорошо разбирается. Конечно же, есть определенное оружие, которое достигает совсем других жертв, чем другие. Это же очевидно. Я лично не понял. А вот о международном праве у нее есть также достаточно специфическое мнение. Вся система, за которую мы боремся, то есть за демократию, разрешение конфликтов, международное право, я не говорю, что мы всегда его придерживались, но у нас, по крайней мере, есть на это право. А вот как-то насчет России у нас такого ощущения нет. То есть это нормально, если Европа нарушает международное право. Но должно его и защищать. Это как в футболе. У нас недавно были игры. Как в футболе. Если один постоянно бьет по ногам, но у него же сохраняется право касаться мяча. Майбрид очень очевидна в своем мнении. И как только один из гостей высказывает что-то конструктивное, она сразу же задает вопрос, чтобы сохранить свою антироссийскую атмосферу. Мы этим самым, то есть Запад, предоставил Сирию Путину. Мы вот с этой своей пассивностью, так скажем, несем ответственность за бедствия в этой стране. Запад предоставил Путину Сирию. Пассивность. Amnesty International совсем иного мнения. Немецкая армия, хотя и не кидает бомб, но она вовсе не пассивна. Мы активны в Сирии с самолетами до заправки и самолетами-шпионами. Дорогая Майбрид, это вовсе не пассивно. Наша передача была бы бесконечна, если бы мы стали разбирать все вопросы ведущей. Поэтому мы перейдем к шефу ведомства федерального канцлера Германии Петеру Альтмайеру. Он, как всегда, выдает очень точные данные. Но вот как только сотни тысяч миллионов людей... Он также немного противоречит себе, говоря о Сирии. Сначала он говорит о мирных демократических повстанцах в восточном Алеппо. Повстанцы, мирные и демократические повстанцы, которые там находятся, их не только акцептирует население, но и их защищают. Извините, я с вами не согласен. Аль-Нусра... Это же террористы. Господин Сулейман, не нужно только повторять слово в слово то, что говорит Путин. При каждом своем интервью. Сейчас никто в Сирии не может сказать, где представители Аль-Нусры, где представители ИГИЛ. Существует огромное количество групп, которые друг с другом борются. К сожалению, исламистские и джихадистские, совершающие ужасные преступления. Я думаю, это новый рекорд. Альтмайер не кажется таким быстрым, но он умудряется за пару секунд опровергнуть самого себя. Неплохо, Альтмайер. А вот наш военный эксперт Флоренс также имеет пару аргументов в защиту мирных демократических повстанцев. На нашей стороне повстанцы и оппозиция, и я из них исключаю всех террористов. Но ведь оппозиция же есть, даже если кажется, что она уже почти исчезла. Кажется, их больше нет, но разве это играет какую-то роль? В дискуссии случаются моменты просветления, но, к сожалению, не от ведущей, а от гостя в студии. Мы наблюдаем за достаточно сумасшедшей ситуацией. Мы пытаемся установить мир в регионе, где существуют сотни различных группировок и 200 различных интересов. Вы пытаетесь установить мир? Вы в этом сомневаетесь? Конечно же. Потому что мы... В этом-то и проблема. Вы представляете свои интересы. Легитимно. Но и другие тоже. Их потом называют военными преступниками. Но то, что у вас есть чувство, что на Западе политики не могут спать, потому что на Ближнем Востоке нет демократии, с этим я не могу согласиться. Извините. Не забывайте подписаться на группы «Голоса Германии» в «Контакте», в «Одноклассниках», в «Твиттере» и в «Фейсбуке», где мы публикуем также и дополнительную информацию о происходящем в Германии. Все ссылки, а также на оригинал видео на немецком, как всегда, находятся в описании к видео. Спасибо.